всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 2 апреля я только что делала общий обзор растений в теплице и сейчас сразу пока я не ушла домой хочу рассказать поговорить на очень одну важную тему уже приходят вопросы комментарии зрители очень внимательные и когда я показывала вот как я высаживал от этих иностранцев и другие томаты некоторые подметили и начали уже спрашивать один комментарий пришел почему вы не удаляете нижние вот эти старые листья написала одна зрительница я не уверена что они будут расти что они не нужны уже растению а вторая тут же прям ну через некоторое время написала полностью противоположный комментарий написала я видела что у вас удалены там на некоторых томатах два нижних листа разве так можно делать или нужно ли это и вот короче опять встал вопрос который у нас постоянно каждый год возникает это удаление нижних листьев удаление вообще ненужных листьев с рассады с томатов с растений нужно удалять или нет я в прошлом году уже снимала очень очень подробное видео я сейчас подойду потом на примере покажу я говорила что огород это вот такое такое место такую область где нет точно ограниченных рамок и законов кто-то хочет удалять листья удаляет кто-то не хочет удалять не удаляет и вы наверное когда смотрите видео вы видите что у кого-то томаты в теплице вообще лысенькие висят но одни плоды кто-то выращивает вообще вся зелень остается я иногда вижу даже при высадке даже семидольные листья сохранены и они почему-то их не удаляют я расскажу про себя вот так как все коротники делятся на две категории кто за удаление и кто против удаления я за удаление но я где-то стою посредине я до лысого никогда не защищаю свои томаты по мере созревания кистей нижние удаляю удаляю и удаляю продвигаюсь к верху а вверху всегда у меня зеленая такая густая макушечка и когда томаты полностью зарощены такие запущенные со всей листвой даже с семидолями я этого тоже не понимаю я против этого но это только мое личное мнение вы должны сами выбрать свой путь я вот сейчас расскажу и покажу первое удаление все всегда интересуются вот кто удалять ну кто хочет удалять спрашивают как даже удалять первые лишние листья я всегда говорила что я начинаю удалять первые нижние листья уже во время высадки когда есть время я прям до того как высадить 2 3 листика нижних удаляю зачем я это делаю потому что я при высадке всегда чуть-чуть заглубляю и вот эти вот листья они видеть вот землей я его тоже сейчас буду удалять и вот та зрительница которая спросила у вас удалены два листика зачем вы удаляете нужно ли это сейчас отвечу на ее вопрос я считаю что удаление двух нижних листьев нужно делать обязательно если вы немного заглубляете томаты вот я как повелось я всегда немного заглубляю томаты потому что вот видите вот у него даже здесь эти белые как же показать то вот вот эти белые пупырышки сейчас посмотрим сможем приблизиться к ним или нет вот вот эти видите вот эти белые пупырышки это все зачатки новых корней дополнительных которые на стволике образуются у нас томат он такое уникальное растение он образовать может корни на любых частях тела на стволе на пасынке и вот при заглублении вот эти корни образуются у него но там где я заглубила там тоже вот такое расстояние было в таких пупырышках это усиливает увеличивает размер корневой системы и при заглублении когда говорят что вот вы заглубляя немного тормозите его останавливаете там на неделю но я никуда не тороплюсь пусть он наращивает эту корневую систему естественным путем и заглубляя естественно попадает туда вот видите в эту в землю в эту жижу при поливе он будет мараться лист я эти листья обязательно удаляю ну что это лист что ли от него уже толка не будет во-первых он и уже и не нужен он отслужил свое а во-вторых когда-то давным давным давно я прочитала в научно научной статье что вот этот листик который на земле лежит это прямой мостик для фитофторы то есть мы же знаем что вся фитофтора начинается вот с сырой земли вот с этой почвы она потом если лист этот вот так лежит она эти грибки здесь образуется и пошло пошло по растению конечно вот это удаление нижних листьев ну всему же есть как свое объяснение когда я удаляю эти нижние листья во-первых не не соприкасается растение вот с землей это во первых во вторых конечно проветривание сейчас будет теплее я буду открывать ту и другую форточку с обоих сторон и воздух прям напрямую будет вот так проходить и весь этот мы же у нас самое главное не развести здесь сырых чтобы здесь ни плесени ни грибка не было и вот это проветривание как раз удаление нижних листьев в основном мы делаем от по этой причине чтобы было проветривание чтобы мы тут не развели фитофтору любые другие грибковые заболевания какие-то плесени какие-то еще что-то я конечно их удаляю потом уже я буду удалять по мере вот зацветет томат сформируется будет много новой зеленой массы и вот эти листья которые были с ним в рассаде они уже будут не нужны и по одному по два листика во время каждого посынкования я буду удалять а на вопрос второй зрительницы которая спросила что там два нижних листа они уже ну как вы думаете они будут расти почему вы их не удалили тут ответ простой просто не успела иногда бывает высаживаешь когда тут же уже быстро наступает скоро жара и торопишься быстрее 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 мне главное их засунуть в землю а пройти потом отщипнуть листики я могу в любой момент но я их обязательно удалю я сторонник вот такой как хотел сказать ярый это не подходит активный такой сторонник удаление нижних старых листьев не люблю когда листья лежат на земле не люблю когда при поливе они вот все в грязи вот и в земле это вот ну как это действительно рассадник для патогенной микрофлоры но опять же это мое мнение я делаю так а другие люди делают совсем по-другому может быть им нравится что у них листья лежат на земле что оно такое я вот формирую у меня томат как пальмочкой у меня внизу такой толстый стволик голенький до какого-то там три-четыре листа это однозначно и до первой цветочной кисти до первой плодовой кисти как только она начинает буреть созревать я все зачищаю и она стоит как пальма а вверху у нее шапка а внизу вот этот стволик я вот показывала в прошлом году когда наклоняешься так смотришь я вижу всю теплицу от 1 сантиметра до последнего насквозь внизу и ясно что если я вижу насквозь взглядом пробивается значит и проходит ветер тут и так сквозняк как пройдет через всю теплицу и может быть поэтому у меня в теплице нет никогда фитофторы но вообще говорят не зарекайся я в прошлом году поняла уже что нельзя говорить что у меня никогда не было и нет как только я сказала что мне никогда не было в жизнь белокрылки она у меня тот же год появилась так что никогда нет фитофторы даже страшно говорить но по крайней мере у меня в теплице ни разу не было в жизни фитофторы до теперь буду бояться весь год возможно сегодня посетит в этом году ладно это конечно шутки шутками ну правда иногда скажешь потом думаешь нафиг я это сказала. Как только сказала, так все это притворилось в жизни. Все, нежные листья я удаляю. Вы должны выбрать свой способ удаления. Будете удалять, не будете. Вот видите, сейчас еще покажу Настику. Вот Настенька, видите, сидит. Тоже я какой-то там один удалила, а вот видите, уже удаленный лист. Вот этот пенек стоит. А вот этот лист, он явно, я его явно буду удалять. Видите, у него тут уже весь он в земле, он в полуприкопе. И как только первый раз я буду поливать, он обязательно здесь будет намокать, лежать и провоцировать фитофтору и другие патогенные грибки развестись на нем. Все, до свидания. Я, конечно, съемка не айс, потому что тут очень сложно показать все вот это, все мельчайшие подробности. Камера скачет, когда говорю, она еще шевелится. Но тут самая главная информация. Пусть даже видеосъемка некачественная. Главное знать, что все-таки нижние листики мы удаляем для того, чтобы не было заболеваний. И это очень важно. Все, до свидания.